Здравствуйте! Итак, здесь сказано, что АЕ равна 12 – вот эта сторона, а также ЕС равна 18 – вот эта сторона. И еще здесь нарисованы три медианы. Это точно медианы, потому что там, где они пересекают противоположную сторону, сказано, что эта длина равна этой длине. Т.е. ED равно DC, CB равно BA и AF равно FE. Следовательно, точки F, B и D – это середины сторон треугольника. Точка G – центроид, т.е. точка пересечения медиан. И первое, что спрашивается в задаче, чему равна площадь BGC? Вот треугольник BGC. И чтобы вычислить его площадь, нужно напомнить себе, что три медианы треугольника делят этот треугольник на шесть меньших треугольников, имеющих одинаковую площадь. Т.е. если мы знаем площадь целого треугольника… А, я думаю, ее можно найти. На рисунке показано, что треугольник прямоугольный, а Е – вся вот эта сторона равна 12. Давайте я добавлю немного места слева. ЕС – вся вот эта сторона равна 18. Это сказано в условии задачи. Поэтому площадь треугольника АЕС будет равна 1 второй, умноженной на основание, которое равно 18, и умноженной на высоту, которая равна 12. Вот это равно 9 умножить на 12, что в свою очередь равно 108. Это площадь всего вот этого прямоугольного треугольника АЕС. А если нам нужно найти площадь треугольника ВЖС и вообще любого из этих шести меньших треугольников, ну, треугольников, ограниченных медианами, вот эту высоту не нужно брать в расчет GH, то нужно просто разделить на 6 площадь треугольника АЕС, ведь все шесть меньших треугольников имеют одинаковые площади. Мы это уже доказывали на одном из уроков. То есть площадь треугольника ВЖС равна площади треугольника АЕС, деленной на 6. То есть 108 разделить на 6. Чему это равно? Ну, так, 108 – это 60 плюс 48, 60 на 6 – это 10, 48 на 6 – это 18. Значит, в итоге получится 18. Правильно, потому что 108 равно 18 умножить на 6. Итак, первую часть задачи мы выполнили. Площадь этого треугольника равна 18. И можно указать, что площадь каждого из меньших треугольников, ограниченных медианами, равна 18. Площадь этого равна 18, площадь этого тоже и этого. ФЖЕ тоже равна 18. Тем не менее, первую часть мы уже выполнили. Второе, что спрашивается в задаче, чему равна длина АЖ? АЖ – вот это расстояние, длинная часть медианы АД. Чтобы найти, чему равно АЖ, нужно вспомнить, что центроид, начиная от вершины, делит медиану на отрезки в соотношении 2 к 1. Если бы мы знали всю длину медианы АД, то, чтобы найти АЖ, можно было бы взять 2 трети от этой длины. К счастью, для нас треугольник АЕД является прямоугольным. А также мы знаем, что точки F и D – это середины сторон АЕ и ЕС. И мы знаем, что АЕ равна 12. Это дано в условии задачи. А также знаем, что ЕД – это половина от всей длины ЕС, т.е. от 18. ЕД равно 9. Можно использовать теорему Пифагора для вычисления АД. АД – это гипотенуза прямоугольного треугольника АЕД. И мы знаем, что… давайте я это запишу. Мы знаем, что 12 в квадрате плюс 9 в квадрате будет равно АД в квадрате. 12 в квадрате – это 144. Значит, 144 плюс 81 должно быть равно АД в квадрате. 144 плюс 81 – это 225. Т.е. 225 равно АД в квадрате. 225, может, вы знаете, а может, конечно, и не знаете, но это 15 в квадрате. Значит, АД равно 15. Мы взяли квадратный корень из обеих частей, причем выбрали положительные значения, так как здесь говорится о длине стороны. В этом случае отрицательные значения не нужны. Итак, АД равно 15. Т.е. длина всей этой медианы равна 15. АЖ равно 2 3 АД. Мы доказали в одном из уроков, что центроид, начиная от вершины, делит медиану на отрезки в соотношении 2 к 1. Итак, АЖ равно 2 3 умножить на 15, что, в свою очередь, равно 10. Итак, АЖ равно 10. Вторая часть задачи выполнена. Переходим к третьей. Чему равна площадь треугольника FGH? Заштрихую его. Вот треугольник FGH. Итак, если бы мы знали длину вот этой стороны GH, и если бы знали FH, то легко смогли бы найти площадь этого треугольника. И, собственно, есть множество способов вычисления любой из этих сторон. Один из способов нахождения GH – это напомнить себе, что HG является высотой как треугольника FGE, так и треугольника AFG. Основания обоих треугольников равны 6. Оба основания равны 6. АФ равно 6 и FE равно 6. Для обоих треугольников высота GH является общей. И мы знаем, чему равна площадь каждого из этих треугольников. Площадь равна 18. Значит, давайте возьмем вот этот треугольник верхний. Т.е. мы сейчас будем говорить о площади треугольника AFG. Мы знаем, что площадь равна 1,2 умножить на основание, т.е. на 6, и умножить на высоту, т.е. на GH. 1,2 умножить на основание и умножить на высоту – это площадь треугольника AFG, которая, в свою очередь, равна 18. Теперь можно немного упростить левую часть выражения. И получится 3GH равно 18. В свою очередь, GH, если разделить обе части равенства на 3, равно 6. Это один из способов найти эту сторону. GH равно 6. Также можно было бы привести аргументы подобия, т.е. сказать, что вот этот треугольник AHG подобен вот этому большему треугольнику AED. Гипотенуза AHG равна 2,3 от всей длины AD. Значит, HG будет равна 2,3 от длины ED, т.е. 2,3 от 9. Это и есть другой способ найти HG. Но, тем не менее, мы нашли длину HG. Теперь нужно только вычислить, чему равно FH. Мы сможем вычислить FH, если узнаем, чему равно AH. Если узнаем, чему равно AH. Так как мы знаем, что AF равно 6, то FH будет равно AH-AF. Итак, давайте найдем, чему равно AH. Опять же, можем привести аргументы подобия. Давайте подробно рассмотрим подобие треугольников. Мы знаем, что оба этих треугольника прямоугольные, больше и меньше, и они имеют прямые углы. Угол А для них является общим. Получается, два соответствующих угла этих треугольников равны. Значит, треугольники точно подобны. Тогда отношение AH… давайте я напишу оранжевым цветом. Отношение AH к АЕ, причем АЕ равно 12, да, равно отношению АЖ, причем АЖ равно 10 к АД, причем АД равно 15. Есть еще другой способ вычисления AH. AH равно 2 третьим от 12. Но мы пошли таким вот математическим путем, используя подобие треугольников. В правой части равенства остается 2 третьих. Тогда AH умножаем теперь обе части на 12. Равно 2 третьих умножить на 12. Это, в свою очередь, равно 8. Итак, AH равно 8. АФ равно 6. Значит, FH будет равно 2. Теперь у нас достаточно информации, чтобы найти площадь треугольника FHG. Площадь будет равна… давайте запишу это здесь. Площадь равна 1,2 умножить на основание… Основанием этого треугольника является FH. Давайте запишу сразу значение FH в формулу. 1,2 умножить на 2 и умножить на высоту, то есть на 6. И все это равно 6. Задача решена. И можете продолжать тренироваться. Вы можете вычислить длины всех оставшихся отрезков, используя те же правила, что мы использовали при решении этой задачи. А на сегодня все. До встречи на следующем уроке!